Здравствуйте на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. У армян Западной Армении есть проблема сохранения своей культуры. Азербайджанский трубопровод Танап, проходящий через Западную Армению, достиг Греции. Без урегулирования карабахского вопроса армяно-турецкие отношения не нормализуются. Чего ж углу? Решительный ответ Сирии и России в Камышле. Был сбит турецкий дрон. 84-летняя армянка хочет обратиться в ЕСПЧ, чтобы восстановить наследство. По случаю годовщины Союза писателей была организована выставка и поэтическое мероприятие. Армяне, живущие в Западной Армении, имеют проблемы с сохранением и распространением национальной культуры. Глава армянской общины Муша Айретин Аслан подчеркивает важные знания армянского языка. Хотя он носит турецкое имя, по происхождению он чистокровный армянин. Он родился в Муше и с детства ему каждый день напоминали, что он армянин, его деды также являются армянами. В теплые семейные вечера бабушка мечтала о родине, убеждая нас никогда не забывать, кто мы есть. Зов крови и наставление бабушки связывали Айретина Аслана с родиной крепкими нитями. Наш соотечественник, живущий в Западной Армении, никогда не был отрезан от своей исконной родины. Аслан был в гостях у газеты Республика Армения и рассказал о проблемах образе жизни армян, проживающих в Муше, деятельности созданного им Торон Мужского Союза и многим другим. Аслану трудно сказать, сколько именно армян сегодня живет в Муше. История переписи о местных армянах также стала запятнанной историей. Но несомненно, что в каждой деревне есть армяне. Я не могу сказать, сколько людей там живет конкретно. Многие покинули Западную Армению, уехали жить в разные города Турции. Армяне, живущие там, говорят, как курды. Но недавнего времени, когда мы еще не создали союз соотечественников Торон Муж, все говорили, что они курды, потому что жили среди курдов и говорили на курдском языке. Вот почему мы создали этот союз. Для возрождения армянской культуры, истории, песни и также танца, объединения армян под одной крышей, обучения армянскому языку, нашей истории, армянскому образу жизни, говорит Аслан. Я думаю, что если языковая проблема будет решена, будут решены и другие проблемы, соответственно, которые от нее зависят, добавляет Аслан. Полную статью можете прочитать на нашем сайте. Азербайджанский газопровод, который будет экспортировать газ в Европу через оккупированную территорию Западной Армении, достиг границ Греции. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дианмес. Торжественная церемония открытия состоялась 30 ноября в городе из пола в Турции по случаю завершения трансанаталийского газового маршрута Танап, в котором приняли участие президент Раджептай Пардаган. И газ, добываемый на азербайджанском месторождении Шах Денис, отправится в Европу через Грузию и Западную Армению. Это один из крупнейших газопроводных проектов в мире протяженностью в 1850 километров, который проходит через 20 провинций Турции и Западную Армению, частично через Мраморное море. Министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушуглу ответил на вопросы турецкого депутата армянского происхождения Кару Пайляна относительно заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван готов нормализовать отношения с Турцией без каких-либо предварительных условий и что на это предложение ответила Анкара. Об этом сообщили на турецком новостном сайте Милиет. В ответ глава МИД Турции заявил, что это якобы Ереван расторгнул соглашение о примирении, напомнив, что замораживание протоколов, регулирующих армянно-турецкие отношения, подписанные в 2015 году, были спровоцированы Арменией в 2018, когда из парламента республики отозвали протоколы. Затем Чавушуглу напомнил, что Турция закрыла границу с Арменией в 1993 году из-за наступательных действий вооруженных сил республики в Карабахе и откроет ее лишь в случае урегулирования карабахского вопроса. Поскольку русские построили третью военную базу на турецкой границы, чтобы контролировать воздушное движение, США, НАТО, последние продолжают принимать контрмеры. В прошлый четверг они преднамеренно обстреляли район соседней из военной базы. От российско-сирийской стороны ответа до сих пор не было. Несмотря на прекращение огня, Турция продолжает атаковать северные районы Сирии. Анкара рассматривает сирийских курдов как союзников РПК, рабочей партии Курдистана, и пытается помешать им приблизиться к ее границам. В ответ на это военнослужащие армии Сирии сбили беспилотный летательный аппарат ВВС Турции недалеко от Камышла на севере сирийской провинции Хаски, сообщает агентство САНА. Отмечается, что турецкий дрон совершал разведывательный полет в открестностях Камышлы. Сирийским военным удалось сбить аппарат, который затем упал возле хаму и оказался в руках сирийской армии. 84-летний Аракс Дамирчан, живущий одна в Армении, надеется обратиться к премьер-министру Армении и в Европейский суд по правам человека в надежде вернуть имущество ее матери и бабушке. Как сообщает ermenehaber.am, Аракс хранит османские и арабские документы в переводе в сейфе. В ней вся история семьи мать пожилой женщины Мариам Качинян Дамирчан привезла в Восточную Армению все документы на недвижимость, оставленную в Турции. Хотя Мариам Дамирчан часто рассказывала о покинутом имени и подтверждающих право на собственность в документах, бабушка Аракси узнала о содержании коробки только после ее смерти, когда убиралась в шкафу. Документы перевели, а копии передали в музей геноцида. Оригиналы хранятся у бабушки Аракси. Во время геноцида против армян бабушка Аракси Марта потеряла всех родных мужского пола в Харберте. С тремя дочерьми бежала в Алеппо. Там она в 1929 году восстановила документы на дома и пассивные площади, оформленные на нее и дочерей. Она обратилась в высшую комиссию Виллаета Алеппо, чтобы восстановить свои права на имущество, но тогда этого сделать не получилось. Приведенные документы свидетельствуют об огромном богатстве имени и пастбища дома. По данным 1929 года на имя матери Мариам Качикян записано имущество на 8300 турецких лир, а на имя прабушки Марты Качикян на 9700 лир. На протяжении многих лет бабушка Аракси обращалась в разные инстанции, чтобы получить положенное ей наследство. За это время даже ездила в Турцию, обращалась к армянскому адвокату, но напрасно. Никто не предпринял конкретных шагов. Последняя надежда бабушки Аракси – это Европейский суд по правам человека. Никол Пашинян. По случаю 85-летия Союза писателей Армении 29 ноября в Союзе открылась выставка, на которой представлены индивидуальные и групповые фотографии классических и современных писателей. Президент Союза писателей Эдвард Милитонян рассказал журналисту «Армен Пресс», что в течение 85 лет члены Союза участвовали в многочисленных мероприятиях, были в разных местах и увековечили свои воспоминания с помощью групповых фотографий, также представленных на выставке. Говоря о важной роли Союза писателей, Милитонян отметил, что он выполняет много функций. Мы обнаруживаем, одаренных через литературную газету, а через Греттарт представляется платформа для молодых писателей. Он считает значительным развитие переводческой литературы, выступления на международных площадках, работу с различными организациями, Союзами писателей других стран и встречи с читателями. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карин Данадзе-Кнесс. КОНЕЦ 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 Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!